И в продолжение темы. В среднем в год в Гомельской области образуется около 400 тысяч тонн отходов потребления. Со временем тысячи превращаются в миллионный тонн и целые небоскребы мусора. И это не только вопрос экологической безопасности. Речь об экономике и сырьевом обеспечении предприятий региона, которые все еще вынуждены закупать вторресурсы за границей. Из отходов в доходы. Об этом интервью с заместителем директора предприятия спецкоммунтранс Александром Никоновым. В начале к статистике. Только за 2017 год в Гомеле образовалось около 170 тысяч тонн отходов потребления. В Гомельской области около 400 тысяч тонн. Александр Анатольевич, а как по-вашему, много это или мало? Насколько эти цифры являются проблемными для региона, ну и конечно в масштабах страны? Ну с учетом ежегодного увеличения отходов потребления, так как развивается и промышленность развивается и растет благосостояние людей, растут и жилые массивы в городе Гомель. Представьте, если будут такие же темпы, насколько возрастет количество отходов потребления. То есть какой нужен полигон, чтобы охватить такие объемы? Мусора меньше не станет однозначно. Эти тысячи тонн, о которых я говорил выше, год за годом превращаются в миллионы тонн. И целые небоскребы мусора под Гомелем. Сейчас говорю о полигоне по реческой трассе, который заметен невооруженным взглядом. Какова судьба этого отрезка вблизи областного центра? Этот полигон эксплуатируется уже более 50 лет. Вот представьте, какие объемы уже на этом полигоне. Поэтому мы иногда и сравниваем этот полигон с химзаводскими отходами. То есть по уровню высоты они уже достигли, даже выше стали, наверное. И представьте, если развитие дальнейшее будет, то есть полигон себя этот исчерпал. Какова перспектива? Перспектива в городе Гомелеве построить региональный центр по обращению с отходами, который в своем составе будет содержать как сортировочные линии, так полигон, так и переработку отходов, которые мы уже здесь производим в городе Гомелеве. Какие задачи сможет решить тот самый новый завод, о котором вы говорите? Ну, во-первых, первая задача, как для регионального центра, это ликвидация в регионах мини-полигонов. То есть отсутствие станции и полигонов в регионах. Все отходы будут свозиться на региональный центр. То есть это экологическая направленность этого регионального центра. Вот. Вторая задача, это экономическая. Это максимально извлечь вторично-материальных ресурсов из этого состава. То, что мы уже практикой наработали. Вот. Максимально переработать самим. То есть это и вопросы сырьевого голода, которые тоже сегодня достаточно актуально звучат. Вообще, как научились мы за эти десятилетия работать с отходами? Какой опыт сегодня есть у спецкоммунтранс? Он достаточно уникален даже в масштабах страны? Ну, сегодня вот мы говорим о отходах макулатуры, да? Так говорится бумага, картон. На сегодняшний день завод сортирует ее по семи маркам макулатуры. То есть семь видов макулатуры. Поставляется разным переработчикам в зависимости от того, что перерабатывающие организации выполняют или выпускают. Так? Вот. Семь марок макулатуры. А мы это подразумеваем, это большой какой-то объем бумажной массы. Но завод ее делит на семь марок. То есть если брать отходы из стекла тарного, то они сегодня на два завода поставляются. Это Гродно и Гомель. Это полный цикл от сбора до переработки и второй жизни вчерашнему мусору? Ну вот уникальность именно в том, что мы научились из тяжелых полимерных отходов делать готовые изделия. Вот в этом уникальность. То, что мы отобрали, рассортировали, сами переработали, выпустили готовую продукцию, которая обратно идет в обратный обиход. И тоже население начинает их использовать. И предприятия, население. Пока Гомельская область научилась вовлекать в повторное использование около 25-28 процентов вторичных ресурсов. Это много или мало? Ну, мое мнение, как специалиста, это мало. Поскольку наш завод уже вовлекает в оборот до 60 процентов. Поэтому вот и вывод строительства регионального центра. Потому что зачем в регионах этому учить, если мы уже здесь имеем опыт, практику наработаем? Передовой опыт, за которым приезжают учиться со всех регионов? Да, не только с регионов. С наших приезжает и Москва, и Россия приезжает, поскольку у них только пошло с этого года экологическое законодательство. О том самом передовом опыте в 2007 в Гомеле появился на тот момент первый в стране экспериментально-сортировочный биомеханический завод. Какие задачи он тогда выполнял и что сегодня? Тут тогда задачей ставилось сделать морфологические составы разных видов отходов. То есть большинство поступало смешанных отходов, не было практики раздельного сбора. То есть пытались из общей массы отходов что-то извлечь. Потом, как оказалось, сделали выводы, что все-таки надо идти по раздельному сбору, по чистым видам вторично-материальных ресурсов, поскольку и экономикой, и переработчику нужно поставлять качественные продукты. Поэтому с 2007 года много что изменилось на заводе. Что сегодня производите из вчерашних отходов? Одним из основных видов – это полимер-песчаная продукция, это канализационные кольца, люки, плитка тротуарная, полимер-песчаная, бордюры. Вот, на сегодняшний день будем выпускать с этого года. Это квадратные люки для выкладки на тротуарах. Покупатели не смущают, что еще вчера это было на свалке? Изучавший опыт европейских стран, там, наоборот, приветствуется, когда из отходов по створной изделия. Там Европа немножко, они отхуносятся давно уже к этому привыкли, поэтому они только… Зеленая экономика в действии. Зеленая экономика в действии. Совершенно верно, когда на этой продукции ставишь кольцом и обвеса, что это из повторичных ресурсов сделано. То есть люди достаточно нормально к этому относятся. То есть, подводя черту в нашем разговоре, вместе с технической модернизацией нужно думать о менталитете человека и его мотивированности? Ну, конечно. Нужно людей приучать к тому, что изделие из повторных отходов, оно, во-первых, дешевле, во-вторых, это все-таки отходы те, которые они выбросили. Человек уже видит, что это из его отходов вы сделали такое изделие. Спасибо большое. Повод задуматься. До встречи в эфире. Спасибо. Спасибо. Спасибо.